Сотрудники 40-й больницы и жители соседних улиц закладки этого храма ждали с нетерпением. Большие храмы на автозаводе есть, например, на Мончегорской или на Дьяконова. Но новый храм первый, который будет построен на территории больницы. Об этом просили сами пациенты и врачи. Очень нужен, тем более при больнице обязательно. Где же людям голову преклонить? Обязательно нужен. Чин закладки и освещение совершает митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Строящийся храм первый в Нижнем Новгороде в честь святой преподобной мученицы Елисаветы Фёдоровны. Символично здесь, на автозаводе, в районе 40-й больницы, мы строим этот храм. Храм этот желанный, храм нужный. Надеюсь, с помощью Божией мы это святое доброе дело осуществим. Преподобная святая мученица Елисавета Фёдоровна была супругой великого князя Сергея Александровича, брата российского императора Александра Третьего. Она была образована и считалась украшением дома Романовых, одной из самых красивых женщин империи. Но после того, как её супруга убил террориста-революционер, она решила посвятить свою жизнь служению Господу. Продала свои драгоценности, приняла монашеский постриг и основала Марфо-Мариинскую обитель Милосердия, сёстры которой занимались благотворительностью. После революции Елисавета Фёдоровна была арестована и убита. На закладке храма в честь святой княгини присутствует губернатор региона Валерий Шанцев. Он признаётся, что и сам особо почитает преподобную святую мученицу. Елизавета Фёдоровна, она всю свою жизнь посвятила милосердию. Она создала, по сути дела, саму идеологию этого милосердия. И до сих пор Марфо-Мариинский обитель существует, и все, кто попал в трудную ситуацию, они приходят туда независимо от ранга, звания, своего благосостояния и состояния. Поэтому то, что храмы мы начинаем строить на Нижегородской земле при наших больницах, это правильное направление. Новый храм будет построен из кирпича. Он сможет вмещать 600 человек. Если строительные работы будут идти по графику, то уже через год храм в честь Елизаветы Фёдоровны на территории больницы будет открыт для прихожан.